В Мадриде открылась фотовыставка лауреатов конкурса имени Стенина. В Мадриде открылась фотовыставка лауреатов конкурса имени Стенина. Час 5.17 декабря 2019 года РИА Новости, Алехандро Бантинес Велес. Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде. РИА Новости, Алехандро Бантинес Велес. Мадрид, 17 дек РИА Новости. Выставка работ победителей международного фотоконкурса имени Андрея Стенина открылась в Мадриде. Выставка, которая проходит в столичном университете Комплотенсе, продлится до середины января, а затем отправится в университет Валенсии. На ней представлены несколько десятков работ молодых фотографов, по правилам, участники не должны быть старше 33 лет. В этом возрасте погиб Стенин из Испании, Италии, Франции, России, Египта. Бангладеш, Турции. Всего же в этом году на конкурс были представлены 6000 работ фотографов из 80 стран. В этом году нашему конкурсу исполняется 5 лет. Мы оставили, как обычно, 4 номинации «Главные новости», «Спорт», «Портрет», «Герой нашего времени» и «Моя планета». Кроме того, сделали экспериментальную номинацию «Вдохновение», рассказала РИА новости куратор конкурса Оксана Оленик. Среди фотографий, выставленных в Мадриде, работа сирийца Самира Альтууми. Кадр из разрушенного города Дума получил первое место в категории «Главные новости». Также он удостоен специального приза Международного комитета Красного Креста, МККК, за гуманитарную фотографию. РИА новости, Алехандро Бантинес-Велес. Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде. Из Сирии Альтууми перебрался во Францию и там увидел другой конфликт. Еще одна его работа, представленная на выставке «Протесты желтых жилетов в Париже». Очень интересная серия «Улицы слепых», где фотограф может найти эту тему. Как можно рассказать историю про слепых? Когда ты думаешь о слепых, ты точно думаешь не о визуализации, не о фотографиях. Эта серия сделана Оленой Шелоносовой из России, рассказала Оленник. Улицы слепых под названием Русинова находится на окраине города Ермалина в Калужской области. До 1995 года это был отдельный поселок, место, куда направляли инвалидов по зрению из разных регионов Советского Союза. Всего незрячих и слабовидящих в Русинова осталось 115 человек. Фотографы представляют на конкурс потрясающие истории. Они, такие молодые, думают, рефлексируют, находят в своих историях вторые, третьи смыслы. Когда мы, жюри, смотрим работы, восхищаемся, как это можно найти. Признается Оленник, РИА Новости, Алехандро Бантинес-Велес. Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде. Эту фотографию я сделал в августе 2018 года в лагере, организованном в спортивном комплексе. Там было около 600 человек. Мне, к сожалению, не удалось о многом с ним поговорить. Я только узнал, как его зовут. Спросил, откуда он. Но он даже не сказал, из какой страны приехал. Сказал только, что из одной из африканских стран, южнее Сахары, рассказал РИА Новости Мартинес. Эта работа заняла второе место в категории «Портрет. Герой нашего времени». Ранее выставки работ, получившие награды на конкурсе в этом году, проходили в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке, итальянском Сан-Донатом и Ланезе под Миланом и Нью-Дили. Мы думаем, что конкурс – лучший способ сохранить память о нашем коллеге, погибшем при исполнении редакционного задания. 22 декабря день рождения Андрея Стенина, и мы начинаем прием работ на следующий год. Мы ждем работ испанских фотографов и желаем им удачи, сказала на открытии конкурса «Оленник», РИА Новости, Алехандро Мантинес-Велес. Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде. О конкурсе. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина был организован в 2014 году и ставит своей задачей открыть широкой публике новые имена, поддержать молодых талантливых фотографов и одновременно способствовать сохранению высоких стандартов фотожурналистики. По традиции ежегодный прием работ на конкурс открывается 22 декабря, в день рождения погибшего российского фотокорреспондента. Конкурс имени Стенина стал экспериментальной площадкой для многих молодых и ищущих фотомастеров, которые использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к событиям и сюжетам, зачастую остающимся за пределами общественного интереса. В 2019 году генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно-новостный портал Вести. РУ. Общероссийский государственный телеканал Россия. Культура. Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио. Спутник, информационное агентство Эскарньюз, медиахолдинг Индепендент медиа, информационное агентство Натаймэкс, новостное агентство АНА, телеканал и портал RT, Шангхай Юнайтед Медиа Групп, СУМГ Интернет-портал газеты Чайна Дэйли, информационное агентство ПНА, онлайн-портал и газета Алю Малсаби, интернет-портал The Paper, медиасеть Интернет-портал Жиньминван Информационное агентство Медиагруппа В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживает портал Russian Photo, портал PhotoStudy.ru Школа визуальных искусств Академия фотографии, информационный портал Young Journalists, журнал National Geographic Россия, журнал Contrasts, журнал ФОА-Агента, интернет-портал All About Photo Клуб фотографии New Delhi, журнал Cartos Group Журнал I Международная площадка Партнер-фестиваль Photon РИА Новости Алехандро Бантинес-Виллес Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.